Итак, сегодня у нас с вами пробная интеллектуальная игра. Я сразу скажу о том, что вопросы, которые мы подготовили, это не вопросы викторины. Потому что викторина это либо вы знаете, либо вы не знаете. То есть ответ вы можете найти только в том случае, если эти знания у вас есть. Мы же приготовили вопросы, которые позволяют вам найти правильный ответ, только правильно взаимодействуя с той информацией, которая есть внутри самого вопроса. Поэтому внимательно надо слушать вопрос. Там в каждом вопросе есть ключевые слова, ключевые посылы, которые помогут вам найти правильный ответ. И наша задача как раз, чтобы вы почувствовали, насколько хорошо и правильно научиться работать с информацией. Как умело вы будете находить ключевые слова, посылы, информацию, а потом у вас произойдет открытие. Вы прямо в команде, в поиске ответа на вопрос, разобрав его по фрагментам, составив новую логическую цепочку, получите правильный ответ. И это будет очень здорово. Я хочу, чтобы сегодня в игре вы как раз это почувствовали. Вы когда учитесь в школе, ну а мы, родители, с вами учились чуть раньше, нас, как правило, приучали работать с той информацией, которая есть. Ну, например, в задаче «дано». И мы дальше ищем формулу, куда мы должны подставить эти данные и найти правильный ответ. При поиске ответов на вопросы, которые мы будем задавать сегодня, очень важны эмоции, ассоциации, еще впечатления. Зачастую, услышав текст вопроса, вы его как бы через себя пропускаете, и слышите, вот вам кажется, где-то что-то я уже слышал. В подобной ситуации был. Мы ездили с родителями куда-то, были на экскурсии, что-то про это говорили. Обязательно включите вот эти эмоции и ассоциации. Дорогие наши дети, наши студенты, во-первых, здравствуйте, мы с вами так и не поздоровались. Еще? Да! Молодцы! Помним, как учиться. Сегодня у вас будет очень интересная такая игра, очень интересное мероприятие. Мы такого не делали еще никогда. И очень рассчитываем на то, что оно вам понравится. Вы готовы? Да! Молодцы! Кризы мы приготовили для всех победителей. Успехов, ребят! Анастасия Георгиевна, а можно я открою сразу тайну? А я знаю победителя. Я даже уверен в победителе. Потому что в любом случае победит Татарстан. Победит Россия. Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы просто увлеченные люди, небезразличные. Вам интересно искать, находить, учиться. Давайте поаплодируем, поддержим, создадим настроение. Но по традициям, что где, когда в этот момент должна заговорить Заратустра. Но он там занят, у него свои дела, поэтому сегодня с нами не приехал. И мы, соответственно, начинаем нашу игру. Внимание! Первый вопрос. Вам предстоит найти слово, которое в русском языке как бы содержит 7 одинаковых букв алфавита. Время! Вам предстоит письменно на карточке. Я понимаю, что это разминочно несложные вопросы. Команда родителей быстро нашла свой вариант ответа. Вы должны обязательно его написать. А вот девушки подойдут, они заберут. У вас наши девочки, ласточки, волонтеры. Они соберут у вас ответы. Ну что, уважаемые друзья, первый вопрос у нас получился немножко скомканный. У вас было чуть больше времени, но вопрос был достаточно несложным. И я уверен, что вы, конечно же, нашли 7 одинаковых букв. В этом замечательном слове. И это слово... Семья. Это правильный ответ. Это семья, конечно же. Это так здорово. Семья. Правда, очень красиво звучит. Давайте поаплодируем всем нашим замечательным семьям. Это очень и очень важно, чтобы у человека была семья, был дом, было куда стремиться. Были замечательные родители, дети. И мы все любили друг друга. И мы переходим ко второму вопросу. Есть старая английская пословица, которая гласит «His head covers his family». «Его шляпа всю его семью покрыла». Внимание, вопрос. Как вы думаете, о каком человеке так говорят? Время. «Его шляпа всю его семью покрыла». «His head covers his family». Есть старая пословица «Его шляпа всю его семью прикрыла». Как вы думаете, о каком человеке так говорят? Время. Все команды сдали свои ответы. Нет, мы ждем, ждем, ждем. Что, не переживай, мы ждем. Как же мы? Конечно, мы дождемся. Итак, давайте мы спросим замечательных родителей первая команда. Как вы думаете, о каких людях так говорят англичане? Об одиноких, конечно же. Потому что под его шляпой только он один. Он одинокий, и мы его жалеем. Вся его семья под его шляпой. Теперь переходим к вопросу номер три. Молодцы, молодцы, конечно, мама поддерживает издалека, да? Мы тоже, мы тут, не обязательно мама, мы тоже поддержим вас. Итак, вопрос номер три. В Японии на стоянках для велосипедов, которые находятся рядом со школами, можно увидеть две таблички. На одной изображены несколько аккуратно стоящих велосипедов и надпись «Так ставят дети, ну, так ставят велосипеды хорошие дети». На другой табличке можно увидеть пару небрежно брошенных велосипедов и другую надпись. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что там написано? Время. Время. Минута закончилась. Сдаем свои варианты ответов. Итак, уважаемые друзья, команда «Находка» Камиль, вы подскажете мне ваш вариант ответа? А как вы думаете, какая надпись под второй табличкой, где неаккуратно брошенные велосипеды? Мы думаем, что на этой картинке написано «Так ставят их родители». Давайте поаплодируем отношения наших, как дети относятся к нам с вами. Спасибо большое. Это самый оригинальный ответ. Если у нас есть приз за самый оригинальный ответ, я попрошу просто отдельно. Ну, а вы молодой человек, поскольку вы были в Артеке, я так предполагаю, да, судя по крайней мере по фуфайке вашей, значит, вы должны быть в курсе? По своему опыту я однажды проснулся за полчаса до начала урока, и я понимаю то, что опаздываю на урок, дети наверняка бросают велосипеды, где попало, и бегут на урок. То есть это «Атак» ставят дети, которые опаздывают на урок. Какая замечательная версия. А ваша? Мы написали то, что «так» ставят «небрежные дети». Небрежные дети, так. А вы как думаете? Так ставят плохие дети. А вы как думаете? Так ставят дети, у которых нет подножки на велосипеде. А вот так живут технологичные дети. Потому что такого варианта ответа я еще не слышал никогда. А ваша версия? Тоже плохие дети. А ваша версия? А они не ставят хорошие дети. Правильный ответ. Дети не бывают плохими. Правильный ответ у нас есть, и мы переходим к вопросу номер 4. По затылкам северокорейских детей можно четко определить, из какой они семьи. Если затылок плоский, значит из простой, ну из обычной семьи. Если круглый, то тогда из элитной. Внимание, вопрос. А с чем это связано? Время! Время обсуждения заканчивается. Соформулируем свои варианты ответов. И свой вариант необходимо написать на бланке. Ну, правильный ответ мы определяем по ключевому слову. То есть, что вы укажете как основной фактор данной ситуации. Время обсуждения закончилось. Девчонки, что вы спорите? Давайте сейчас мы с вами поговорим и попытаемся определить. А вот мне даже самому интересно, что же вы там написали? А вы и сами не знаете, что написали? Сейчас, сейчас. Вот хотят исправить ответ. Анастасия Георгиевна, мы дадим возможность исправлять ответ? И вообще у нас так не предусмотрено. Давайте дадим возможность. Капитаны команды, подбегите, пожалуйста, в жюри. И быстро исправьте те, кто хотят исправить ответы. Даем вам 15 секунд на исправление ответов. Ох, самое интересное и самое обидное. Знаете, когда бывает? Когда ответ был правильный, ты подумал и решил его исправить на неправильный. Ух ты, как прямо ракета. Ну? Ну, рассказывай. Держи микрофон и рассказывай всем про детей. Потому что у детей кривая спина. Так, сейчас мы вот... Я так сразу ко всем не смогу подойти. Мы по очереди. Нам кажется, что это связано с тем, что в простой и бедной семье все дети на подушке не спят. Они спят на какой-то твердой поверхности. Ну и затылок у них получается плоский. А круглый у тех, кто спит на подушке. Молодец. Молодец. Конечно же, в богатой семье есть подушки, поэтому затылок круглый. А в бедной спят просто на земле. Поэтому так и получается. И мы переходим к вопросу номер пять. В Лондоне дети часто ищут платформу девять и три четверти. Внимание, вопрос. Куда они собираются оттуда отправиться? Время. Молодцы, конечно. Давайте быстренько пишем. Мы знаем, куда оттуда идет поезд. А мы сейчас хором все скажем, потому что мы все как один знаем, что с платформы девять и три четверти поезд отправляется в Хогвартс. Ах, молодцы. Отлично. А теперь шестой вопрос. Он более сложный. И тем не менее, в настоящее время, когда на работу принимаются искатели, то есть молодые ребята приходят искать себе работу, отделы кадров столкнулись с такой проблемой, что стало очень много неответственных и очень эгоистичных молодых людей. И ученые полагают, что причиной этого стал именно такой принцип семейной жизни. Напишите, какой принцип мы имеем в виду время? Почему дети становятся более эгоистичными? Но это к нам не относятся, это там есть какие-то другие семьи. Мы-то не такие. Время обсуждения закончено. Сдаем свои варианты ответов. Ну, скажите, как вы думаете, о каком принципе так пытаются сказать? Вообще у нас два ответа. Ну, говорите два. Первый ответ. Мы думаем, что или единственный ребенок в семье, или ребенок не из двухколучной семьи. А как тебе вот кажется, какой ближе? Не знаю, по-моему, он подходит. Я думаю, что, наверное, все-таки принцип одна семья, один ребенок. Когда у тебя нет братиков и сестричек, ты, конечно, растешь более эгоистичным. Правильный, чтобы в семье были братики и сестрички, чтобы мы жили в большой дружной семье. Поэтому правильный ответ. Одна семья, один ребенок. Это такой принцип существует. Вы ответили правильно. Вопрос номер семь. По словам Корнея Чуковского, некоторые маленькие дети думают, что лодырь делает именно это. Внимание, вопрос. Что же делает лодырь, по мнению детей? Время. Время обсуждения закончилось. Даем свои варианты ответа. Итак, уважаемые коллеги. Замечательные, да, замечательные родители. Команда номер два. Скажите, как вы думаете, что же делает лодырь, по мнению детей? Как они отметили? Мы, конечно, очень сомневаемся в своем ответе. Вы никогда не сомневаетесь. Но мы убеждены, что мы правы. Поаплодируем убежденности наших замечательных родителей. Считайте, что делают они дырки в лодках. Вот вы знаете, за что я люблю наших замечательных родителей? Они всегда могут совместить все ответы в одном вопросе. Вообще, дети уверены, что лодырь делает лодки. Поэтому ключевое слово «лодка» – катаются на лодку, делают дырки в лодках. Не важно. Главное, лодка у лодки должна быть. И это правильный ответ. И мы переходим к вопросу номер восемь. Внимание, сложная информация. Недавно ученые открыли, оказывается, на свете бывают непослушные дети, которые делают все наоборот. Им дают полезный совет «умывайтесь по утрам», а они берут и не умываются. Им говорят «здоровайтесь друг с другом», они тут же начинают не здороваться. Внимание, вопрос. И тогда ученые решили, что детям надо давать именно такие советы. Какие? Время. Пишите свои ответы, издавайте девушке с удовольствием, соберут ваши варианты ответов. А вы знаете хотя бы один из них? Сможете, вот я вас спрашиваю, и в микрофон какой-нибудь совет прочитать. Помните из книжки? Можно, вы знаете. Вы знаете эти советы. И вы даже их прочитаете. Я их не знаю, что это так. Можно? Сейчас вот там девушка уже активно, она заняла позицию лидера, и, соответственно, уверяет, что она сейчас нам процитирует эти... Конечно же, речь идет о... Советы, наоборот, вредные советы. Например, чистить зубы, он не чистит. Ешь ночью сладкое, он не ест. Но наоборот все делает. Короче, ребенок Антонио. Я все-таки рекомендую ночью сладкое не есть. Ну вот это не совсем верно. А кто-нибудь знает классические вот из Астера? Ну, например, что когда к зубному врачу идут, там мальчик пришел и говорит, что типа нужно молчать, как пармезон. Как партизан надо молчать у зубного. Знаешь, да, ты вредные советы? Просто я пытаюсь найти того, кто помнит классические стихи. То есть когда ты на велосипеде по коридору едешь, Шапиль, тобой встал папа, нужно в папу тормозить. Вы знаете, вот эти классические стихи мне тоже нравятся больше всего. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он простит. Да, мы это все проходили, да? Папа, каждый папа знает о том, как... Так, а ваша версия? Никогда не мойте руки, шею, уши, лицо. И дальше? Это глупое занятие не приводит ни к чему. Ну, в общем, понятно, молодцы, отлично, отлично. Мы переходим к следующему более сложному вопросу. Девятый вопрос. Одинокая шведская девушка Сюзан Свенсен, желая найти жениха, бросила в воды Балтийского моря бутылку со своей фотографией и адресом. Ну, знаете, что иногда пишут записку и бросают ее в воду. И вода, соответственно, эту бутылку куда-то уносит. А она бросила бутылку своей фотографией и адресом, пообещав, что она выйдет замуж за первого холостяка, который подберет бутылку. Через несколько месяцев бутылка была подобрана в море рыболовным сейнером. Все 23 члена экипажа судна оказались холостяками. В полном составе они явились по указанному адресу. Внимание, вопрос. Какое решение приняла Сюзан Свенсен в этой трудной ситуации? Время. 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 Сдаем ответы. Давайте мы по очереди дадим возможность другим командам тоже ответить на вопросы. Да, девчонки. Этот кто? Этот кто, кто открыл бутылку? В смысле, крышку. А, то есть она просто выбрала человека, который открыл крышку и решила, что именно за него надо выйти замуж. Но они же все 23 пришли как один, красавцы, как на подбор, молодые. Вот как, как, как. Выйти за всех по очереди. Друзья, с чему вы тут учитесь, мне хочется спросить, а? Как-то я бы поостерегся. Вы же сказали, рыбак нашел сетью, а они не ставят сети. Получается, рыбак, который сам нашел именно эту бутылку. Нет, сейнер ставит сети, как раз сети. А ваше? Конечно, мама знает. За капитана надо замуж выходить. У него зарплата больше. И это правильный ответ. Именно так и поступила Сюзан Свенсон. Когда все 23 молодых человека пришли к ней знакомиться, она выбрала себе капитана. И мы переходим к вопросу номер 10. В географии она добрая? В географии она добрая? В футболе последняя? В песне помогает ориентироваться в жизни? Для историков парусное судно первой русской кругосветной экспедиции. Внимание, вопрос. Что это? Время. Итак, время обсуждения закончилось. Камиль, можно я попрошу вашу команду еще раз ответить? Но только мы ответим подробно. Я вам буду задавать, поэтапно вопрос, а ты будешь рассказывать. Хорошо? Держи. Итак, география она добрая о чем? Мы с доброй надеждой. Молодец. В футболе? В фолл последней надежды. В фолл последней надежды в песне? Надежда мой компас земной. Отлично. И для историков парусное? Ну, судно надежды. Молодец. Надежда, это правильный ответ. И вопрос номер 11. Мама, ну, такое бывает, устала от двух сыновей, которые все время дерутся. И она заключила с ними договор, что если мама сумеет поставить своих сыновей на развернутую газету так, чтобы они не смогли достать друг друга, то братья прекращают драки навсегда. Дети согласились. Каким образом поступила мама? Время. Молодой человек знает, что говорит. Спиной друг к другу все равно, говорит, лягнуть можно. Время. Время обсуждения закончилось. Сдаем свои варианты ответов. Итак, давайте по очереди, друзья, будем разбираться, как можно решить эту сложную задачу, чтобы два брата не дракали. Конечно. Надо засунуть газету под дверь, щельку, и они не будут друг друга себя видеть, трогать. Один будет стоять с другой стороны двери, другой с другой. Мама берет листок газеты, подсовывает его под дверью, ставит братьев с разных сторон двери, и они не могут достать друг друга, и прекращают навсегда ссориться друг с другом. Вопрос номер двенадцать. Вот пример социальной рекламы. Погодовые отметки роста детей нанесены на наружных стенах домов. Ну, знаете, наверняка многие дома у вас где-то отмечают, как росли. Там три года, и где-то там на стеночке отмечают, что твой рост такой-то, стал чуть повыше, еще делают отметки. Вот на социальной рекламе эти отметки сделаны на наружной стенке домов. О чем говорит эта реклама? К чему она призывает? Время. Почему эти отметки роста, вот отметки роста ребенка, сделаны не внутри дома, а снаружи? О чем говорит эта реклама? Заканчивается минута, прошу свои ответы сформулировать. Прошу их написать. Я так смотрю, что родители призадумались крепко. А вообще, видите ли, корь для детей, сейчас мы и выясним. Сдаем свои ответы. Ну, давай, слушаем твой. Говори. Если говорится о том, что есть дети, которые растут в доме с родителями, родители их нет, сами не отмечают, а есть эти дети, растут одни на улице. Это правильный ответ. Дети не должны расти на улице, они должны расти дома. И дома отмечать эти должны, внутри дома, а не снаружи. Это говорится о проблеме тех детей, которые растут на улице без должного внимания родителей. Молодцы. Молодцы, ребята. Это сложный вопрос. Тринадцатый вопрос. В наши дни многие команды имеют спонсоров. Бывало такое и раньше. Например, в 1892 году князь Львов содержал на свои деньги команду. Внимание, вопрос. А какую команду для нужд города содержал князь Львов? Время. 1892 год. Профессионального футбола, хоккея, регби и прочих игр еще нет. Время обсуждения закончилось, и мы разбираемся с тем, какую команду же мог поддерживать в 1892 году князь Львов. Итак, ваша версия. Команду пожарных. Как вы считаете, есть предложение, что он поддерживал и содержал на свои деньги команду пожарных? Это правильный ответ. Именно команду пожарных он и содержал на свои деньги, был спонсором ее. Вопрос номер 14. Известно, что гимн демократической молодежи и мира, ну это такая песня, был написан специально ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Кроме идеологического, этот гимн имел и прикладное значение. Благодаря этой песне большинство молодого населения России, ну тогда Советского Союза, стало правильно произносить именно это слово. Внимание, вопрос. Напишите это слово. Время. Сдаем свои варианты ответов. Обсуждение закончилось. Эту песню не задушишь, не убьешь, потому что молодежь. А раньше до этого произносили молодежь и подростки, а стали, соответственно, молодежью и подростками. Правильный ответ – молодежь. Вопрос номер 15. Несколько лет назад в Екатеринбурге появился необычный памятник. Состоит он из нескольких десятков отдельных частей из бетона. Место сразу же стало популярным у жителей города, а дети так вообще получили возможность учить здесь алфавит. Внимание, вопрос. Каким женским именем молодежь называет этот памятник? Время. Несколько лет назад в Екатеринбурге появился необычный памятник. Состоит он из нескольких десятков отдельных частей из бетона. Место сразу же стало популярным у жителей города, а дети так и вообще получили возможность учить здесь алфавит. Каким женским именем молодежь называет этот памятник? Несколько десятков прямоугольных частей из бетона. Квадратных и прямоугольных. Заканчивается время обсуждения. Формулируем свои варианты ответов. Ну, девчонки, что у вас получилось? Надо сказать, что Екатерина вторая. Так, Екатерина вторая. А ваша версия? Я. А почему? Потому что не резать. А, понятно, здорово, очень хорошая версия. А вот прямоугольнички и квадратики с буковками и циферками ничего вам не напоминают? Так эта азбука, где же буковки с циферками размещены-то? А ваша версия, родители? Клава, клава, клавиатура. Это памятник клавиатуре. И так и называется памятник клаве. В Екатеринбурге сделан первый памятник клавиатуре. Прямоугольники и квадраты из бетона, на которых есть буковки и циферки, это клавиши клавиатуры. Соответственно, такой замечательный памятник. Вопрос номер 16. Преподаватель одного из университетов Японии утверждает, что именно благодаря ему современные студенты стали излагать, ну не именно благодаря преподавателю, а некоему изобретению, студенты стали излагать мысли более просто, кратко и удобно для понимания. Внимание, вопрос. Назовите его. Время. Вот где кратко выражают мысли? Вот появился некий ресурс, который заставляет вас формулировать мысли более кратко, или вы читаете более краткую информацию. Время обсуждения закончилось, даем свои варианты ответов. Ваша версия? Говори. А, компьютер. Ну компьютер понятно, а где конкретно? В интернете. В интернете где? Ваша версия? В Википедии. В Википедии там большие. В Википедии. Ваша? В Твиттере. В Твиттере, конечно же. В Твиттер маленький, маленькая информация, маленький чирик птички. Это очень краткая информация, и на самом деле то, что студенты и ребятишки стали пользоваться Твиттером, заставляет выражать свои мысли более кратко, более доступно и понятно. И мы переходим к семнадцатому вопросу. В одном из роликов, призванном привлечь в вооруженные силы сообразительную молодежь, новобранец в военной форме на скорость собирает... Внимание, вопрос. Что же собирает новобранец? Время. Заканчиваем. Минуту обсуждения. Формулируем свои варианты ответов. Время. Время обсуждения закончилось. Сдаем свои варианты ответов. Ну, я чувствую, что родители знают. А сейчас мы спросим сперва молодежь. Итак, ваша версия? Так, ваша версия. Конечно, кубик Рубика. Молодцы. Новобранец в военной форме собирает на скорость кубика Рубика, показывая, что сообразительная молодежь приходит в армию. И мы переходим к восемнадцатому вопросу. В 1726 году появился так называемый Большой Гаторбский глобус. Но историю Большого Гаторбского глобуса знаете или нет? Петр Первый, соответственно, собирал всякие диковинки, и поэтому он решил купить Гаторбский глобус. Это первый глобус. В диаметре он был более трех метров. Устроенный он был таким образом, что снаружи мы, когда к нему подходили, мы видели глобус. Это была поверхность земли. Потом там открывалась дверка. Мы заходили внутрь и, оказывается, видели звездное небо. То есть в темноте, как будто бы мы видели звезды, как будто бы мы сидим ночью. Соответственно, поскольку это Гаторбский глобус очень большой, и поместили его, соответственно, в кунсткамеру. Вопрос такой. Его разместили на третьем этаже строящейся кунсткамеры. Внимание, вопрос. А что же строители стали делать дальше? Время. Это большой очень глобус. Он огромный. На третьем этаже его разместили. А что потом стали делать строители? Время закончилось. Написали свои ответы. Итак, как вы думаете? Там были звезды и галактики. А строители-то что стали делать потом? Потом? Не стали достраивать. Умница. Он был такой большой, по лестнице же его втащить было нельзя, поэтому его засунули на третий этаж и стали достраивать, соответственно, четвертый и крышу. Правильный ответ стали достраивать кунсткамеру. Это несложный вопрос. Мы переходим к девятнадцатому вопросу. Чашка бульона – это прогулка 20 минут. Бутерброд с ветчиной, пеший туризм – 80 минут. Пол-литра молока, дзюдо – 35 минут. Что означают эти соответствия? Время. Чашка бульона, прогулка – 20 минут. Бутерброд с ветчиной, пеший туризм – 80 минут. Пол-литра молока, дзюдо – 35 минут. Что отвечают эти соответствия? Сдаем свои варианты ответов. Наши девочки вот уже подошли. К Амиле, вы можете сдать свой ответ. Итак, мы слушаем вашу версию. Мы думаем, что сколько занятий спорта придется сделать, если мы съедим то или иное блюдо. Для чего? Для того, чтобы сжечь все калории, которые мы потребили. Блестяще, блестяще. Для того, чтобы сжечь эти килогалории, эти калории, которые мы получили, необходимо вам выполнить следующую физическую нагрузку. Двадцатый вопрос. Датский принц Фредерик с женой в 2004 году присутствовали на открытии дворца в датском городке Биланде. Название этого района, согласно одному из вариантов перевода, означает «Страна увлекательной игры». «Назовите этот район». Время. Датский принц Фредерик с женой в 2004 году присутствовали на открытии дворца в неком датском городке. Название самого района, где расположен этот городок, согласно одному из переводов, означает «Страна увлекательной игры». «Назовите этот район». Сдаем свои варианты ответов. Минута обсуждения закончилась. Итак, речь дания и увлечения, игра, конечно же, Лего. И получается Лего Лэнд. Это правильный ответ. И теперь переходим к мультикам. Двадцать первый вопрос. Этот мультфильм нисходит с экранов уже несколько десятилетий. Хотя в нем постоянно поднимаются проблемы жестокого обращения с животными, но сюжет всегда сконцентрирован на страстях, кипящих между неразлучными главными героями. Жаль, что при переводе фильмов на русский язык имена героев не переводят. Иначе бы их звали Фома и Ерема. Как же называется этот фильм? Время. Фома и Ерема. Сдаем свои варианты ответов, уважаемые друзья. И, конечно же, мы с вами вспомним о том, что Джерри бы стал Еремой, а Том стал Фомой. Это Том и Джерри мультфильм. Мы переходим к вопросу номер двадцать два. Какой древний русский город основан там, где Волга образует изгиб? Какой древний русский город основан там, где Волга образует изгиб? Время. Ну, если вы посмотрите Волгу на карте, где она делает изгиб, получится некий угол. Ну, а дальше вы уже найдете и город, который назвали в честь этого поворота. Время обсуждения закончилось. Даем свои варианты ответов. Ну, если мы с вами посмотрим на карту, обратим внимание, где Волга делает большой изгиб, там действительно на карте вы увидите угол, а город этот будет называться? Город Углич, так как река изгибается под углом 90 градусов. Такой вопрос был в географическом диктанте этого года. Ну, вот видите как. Я и не знал. Но теперь буду знать. Город Углич. И вопрос двадцать три. Предпоследний вопрос сегодняшней игры. Это русское слово в прошлом означало лицо, и произошло от слов со значением лоб и рот. Что это за слово? Это русское слово в прошлом означало лицо, и произошло от слов со значением лоб и рот. Что это за слово? Сдаем свои варианты ответов. Если совместить чело и уста, получится челюсть. Слово «челюсть». И последний вопрос сегодняшней игры. Ученые выяснили, какие факторы повлияли на выбор профессии знаменитыми людьми. Оказалось, что на втором месте влияние знакомых, на третьем – путешествия, на четвертом – природные красоты, а далее идет влияние родителей школы и театра. Как вы думаете, какой фактор оказался на первом месте? Какой фактор повлиял на выбор профессии знаменитыми людьми? Время. Ученые выяснили, какие факторы повлияли на выбор профессии знаменитыми людьми. Оказалось, что на втором месте влияние знакомых, на третьем – путешествия, на четвертом – природные красоты, далее влияние родителей школы и театра. А какой фактор оказался на первом месте? Время обсуждения заканчивается. Сдаем свои варианты ответов. Может быть, пока мы по подсчету идет, вы несколько слов скажете? Пока идет подсчет, я хочу заметить, что мне очень понравился ваш отклик на эту игру и возникло какое предложение. Давайте мы каждый год будем ее проводить. Не знаю, в каком формате. Вряд ли Алексей Владимирович согласится к нам каждый год приезжать, но мы его поуговариваем. Да, я приеду. Надо просто приглашать. Мы будем приглашать. Если у вас такой отклик, давайте мы каждый год будем проводить, потому что у наших студентов есть не только масса вопросов, но и масса ответов. То, что детский университет у нас позиционируется не только как детский университет, он смешанный, фактически семейный университет, это тоже большое дело. И, наверное, родительские команды тоже могут вполне здесь участвовать. Поэтому я ваш наказ понял, будем его исполнять. Анастасия Георгиевна. Ну что, дорогие участники, сейчас идет очень важный, очень ответственный процесс. Подсчеты наши самые честные счетные комиссии. Стараются выбрать лучших. Какой у нас был последний вопрос, в нем какой был правильный ответ? А вот давайте мы сейчас решим это вместе с Анастасией Георгиевной. Хорошо? Вот скажите, пожалуйста, вы когда выбирали свой жизненный путь? Да. Ну вот, чтобы для себя понять, что же вам интереснее и важнее, какие целевые посылы для вас важны и значительны, вы где их искали? Что повлияло на вас? Где вы их находили? Я их находила в семье. Это раз. А семья находила вместе с вами? В своей семье. Так. А еще? А вот если мы говорим об известных людях, на которые вы хотели бы, ну, быть похожей или ориентироваться? Я думаю, что они ориентировались на те книги, которые они читали, в том числе. Это и есть правильный ответ. Конечно же, в книгах. Все великие, так же, как и вы, находили правильные ответы и посылы для себя в будущем в книгах. Итак, уважаемые друзья, давайте, конечно же, поприветствуем команды. Значит, так. Команда. Ага. Команда IQ. Семь правильных ответов. Аплодисменты. Команда Maximum. Семь правильных ответов. Аплодисменты. Команда Team Spirit. Семь правильных ответов. Наши аплодисменты. По девять правильных ответов у команды СМАК, у команды УМНИКИ и у команды ИСКАТЕЛИ. По одиннадцать правильных ответов у нас две у двух команд. Это команда Красная Стрела, видимо, да? КРАСТР. Это Красная Стрела, да? Вау! Давайте поаплодируем кружке Стратега и команде Находка. Я умышленно не называю результаты родительских команд, они будут чуть позже, а сейчас у нас между двумя командами Находка и Кружка Стратега мы должны определить победителя. У Радуги 10 правильных ответов. Прошу прощения, что пропустил. Итак, дополнительный вопрос для двух команд. Готовы? Только две команды отвечают на самом деле. Девчонки, можно подойти к одной и ко второй по представителю и, соответственно, они вам устно скажут, а вы мне, соответственно, его сообщите. У африканской народности Суахили есть легенда, повествующая о том, что первый человек спустился на землю с неба. Внимание, вопрос. А какое животное помогло ему это сделать? Время. Сейчас мы ждем ответа от Кружки Стратега. Итак, заканчивается минута обсуждения. Самый сложный выбор, конечно же, перестрелка, напряжение в игре, столько правильных ответов. И тут в одном вопросе нужно решиться. Сейчас решится, кто станет победителем нашей сегодняшней игры. Итак, время. А вот скажите, девушка рядом с вами стоит, скажите ей на ушко ваш вариант ответа. Можете даже громко. Правильный ответ. Жираф. В африканском племени Суахили считается, что человек спустился с неба и помогли ему в этом жирафы. Самое высокое животное, по которому они могли спуститься вниз. Теперь мы определили победителя, находка, соответственно. И давайте мы разберемся с родителями. Ну, в хорошем смысле этого слова. Команда Супермамы 1. Это 15 правильных ответов. Наши аплодисменты. Команда «Да». И команда родителей «Да». Вы не поверите. В этот момент должны разразиться просто бурные аплодисменты. 19 правильных ответов. Абсолютный чемпион сегодняшней игры. А среди детской номинации победитель команда «Находка». Большое спасибо за игру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин